Екатерина Юрьевна 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 От стеллажей с книгами к стеллажам с серверами. Для нас это совершенно реально, но возникают новые проблемы. Современные методы обслуживания всё больше отдаляются от нашего помещения. Огромное количество читателей находится за границами Москвы. Мы государственная библиотека, мы не московская, мы работаем на всю страну. Поэтому те научные центры, которые не закрылись во время перестройки, те ученые, которые сохранились в институтах научных, научно-проектных, которые занимаются в Академии наук, они тоже до нас доходят, они в разных концах нашей страны хотят достать одну книгу или статью, которая может находиться в единственном экземпляре в какой-либо одной библиотеке в нашей стране. Это может быть наша научно-техническая библиотека, либо какая-то дружественная библиотека, научно-техническая, но, допустим, какого-то ведомства. И нам нужно найти это издание и переправить. Но как? Как, если наши законы не всегда позволяют справиться с подобными услугами? Если это статья или фрагмент, мы можем это себе сделать, но когда это книга? Допустим, ученому необходимо получить целиком электронную книгу, пусть это будет 1993-1995 года издания, автор жив, я повторяю, выдавать не хочет никаких прав на поставку, передачу в электронный вид. И вот в этом случае мы должны искать какие-то компромиссы. Но как искать? Современное законодательство нам этого не позволяет. Фрагменты, статьи переправляем в любой конец Москвы. Но огромные издания или половина книг или несколько глав, к сожалению, это проблематично. Поэтому законы нам, к сожалению, немного мешают. Пользователь удаленных становится действительно с каждым годом все больше и больше, поэтому мы должны подстраиваться под эти требования. Все больше и больше у нас развивается удаленных методов обслуживания, такие как электронная доставка документов, которая, допустим, 2 года назад, 3 года назад нам дала 4-х кратный прирост по количеству страниц, отправленных в разные регионы России. В прошлом году где-то порядка 30% прирост, и вот в этом году, в 2011, мы опять получили почти 25-26% прироста объема электронной доставки документов по объему, по количеству страниц. А сколько заказчиков? Ну, порядка двух тысяч организаций, которые с нами работают, и плюс еще индивидуалы. Таким образом, мы понимаем, что вот именно эти услуги будут максимально востребованы. Мы продвигаемся к удаленным методам обслуживания и должны делать все возможное, чтобы наши потребители были довольны. И те, которые придут к нам в наши залы, должны быть довольны нашими условиями существования и оказания услуг, но и те, которые находятся далеко, и они хотят получить эти услуги достаточно быстро. Чего ждет современный читатель? Что он хочет получить от нашей библиотеки? Конечно, это более активное использование доставки информации, но не куда-то, а на свой рабочий стол, на свой компьютер, домой, на работу, на телефон, на планшетник, там, где он сидит, на пляже, вполне возможно, в ресторане, где угодно он должен получить ту информацию, которая ему необходима. Ему удобно работать на пляже. Это не наше дело. Он должен получить статью, которая будет продвигать нашу науку или образование. Но при этом возникает проблема платежей. С удовольствием читатели оплачивали эти платежи через систему электронных делик, веб-мани. Но это не позволяют законы делать. Для нас это тоже постоянная проблема. Конечно, мы выкручиваемся. Находим какие-то пути для того, чтобы обеспечить читателей подобными услугами. Но это на самом деле можно решить другим путем. Необходимы какие-то государственные меры. Необходимо продвигать те требования, которые возникают в наших библиотеках и доводить до сведения правительства, органы, которые могут повлиять на то, чтобы изменить или подстроить законодательство под те условия, в которых существует современная библиотека. Технические возможности библиотеки, они сегодня входят в противоречие с законодательством по некоторым статьям. Хотя вот буквально пару дней назад внимательно смотрела на те статьи-законы, про которые мы говорили 1274-75 и так далее. Те, которые появляются сейчас исправленными в Гражданском кодексе, в четвертой части. Там достаточно приличные формулировки, смягченные, что очень удобно для библиотек. Но по-прежнему остаются проблемы с просмотром фильмов, медиа и так далее. По-прежнему стоят проблемы со сканированием и оцифровкой тех книг, которые библиотека могла бы иметь. Она могла бы иметь те коллекции, которые могут потребоваться в любом регионе нашей страны. Но мы же прекрасно знаем, изобретя колесо, мы пришли к современным автомашинам. Мы можем остановить технический прогресс. Остановить его невозможно. Поэтому необходимо подстраиваться под то общество и под те технические условия, которые существуют у нас. Необходимо использовать их на благо нашего читателя, каких бы трудов это ни стоило для библиотекарей. Современная научная библиотека сегодня должна не просто быть вооружена и обладать огромным представительным фондом. Она не просто должна иметь доступ к обширной, актуальной научной информации, удаленной информации, к электронным журналам. Но она не должна забывать, что она саморазвивающийся элемент общества. Она должна соответствовать уровню научно-технического прогресса в мире и должна изменяться вместе с теми веяниями времени и требованиями своих собственных пользователей. Современные информационные сервисы необходимо ориентировать на востребованность услуг пользователей, чтобы библиотека в настоящее время оставалась востребованной обществом. Для того, чтобы туда приходили пользователи. Любые пришли, приходящие в наши читальные залы или удаленные, которым потребуются те коллекции, накопленные в нашей библиотеке. Ну, как представить? Вот, допустим, в нашей библиотеке в названии стоит «Наука и техника». Кто будет искать здесь философские работы? Ну, допустим, Циолковского. Это можно показать только если мы действительно оцифруем, представим и дадим возможность посмотреть на эти работы удаленно. Ну, хорошо, что эти труды мы можем действительно представить законно. Но есть огромное количество книг, которые востребованы и находятся в одном экземпляре непосредственно только в нашей библиотеке. И мы должны постараться предоставить их нашим читателям в любое удобное время. Информационные технологии в библиотеках должны быть не просто критерием статусности библиотеки. Они должны соответствовать тому уровню требований в области информационных сервисов и тех групп населения, которые заинтересованы в них в настоящее время. Это могут быть и школьники, и пожилые люди, которые пришли просто скоротать время в библиотеку. Это могут быть пенсионеры, бывшие научные сотрудники, которые просто любят приходить и работать в той области, в которой они проработали всю жизнь. Но это должны быть и те ученые, которые оказались в научных центрах в Сибири удаленно или где-то на Дальнем Востоке. Поэтому необходимо создание сообществ в библиотекаре, читателей, авторов, издателей, программистов и других специалистов, которые нашли бы какие-то компромиссы, которые выходили бы с инициативными проектами по решению назревших проблем для обеспечения доступа к информации и всех категорий граждан во всех регионах нашей страны. Причем надо сказать, что данные проблемы существуют не только в России. Не так давно эти проблемы обсуждались в Лиссабоне. Там говорили о том, что современная библиотека действительно не может существовать в рамках современных законов, тех правовых норм, которые сдерживают развитие науки и техники. Фактически мы должны предоставить непосредственно те знания, которые будут двигать наше общество в дальнейшем к прогрессу. Но мы его тормози, не мы библиотекари, а то право, которое у нас существует. К сожалению, правовые нормы сейчас несколько запаздывают, и надо попытаться их изменить. Только от нас зависит, каким будет образование наука в нашей стране и будут ли нужны наши библиотеки нашим пользователям. Но в современной библиотеке имеют те технологии, которые будут интересны. В том числе мы говорили о контекстном поиске, о сопоставлении каких-то заимствованных текстов. Это все сейчас существует и можно использовать в настоящее время. Поэтому давайте работать вместе на благо наших библиотек, на благо наших читателей. Давайте создавать эти сообщества и постепенно сдвигать это с мертвой точки. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok